Вы участвуете в селфи? Тогда раздевайтесь и приходите. Участвуют все, кто купил билеты на спектакль. В оперном театре устроили квест. Подобного развлечения здесь еще не было. И вообще, в стенах российских театров никогда интеллектуальные игры не проводили. Мы все время стремимся найти какие-то новые формы, новые форматы работы с нашей аудиторией. И мы хотим, чтобы к нам ходило как можно больше детей, молодежи, подростков. Понеслись. Отгадать пять загадок, найти пять точек, на каждой сделать селфи и выложить в интернет. Участникам пришлось побегать по всем четырем этажам. В некоторых закоулках не бывали даже заядлые театралы. Солист Павел Корчагин – живой объект квеста. Прогуливается по музею театра уже в образе. Через несколько минут ему выходить на сцену. Поэтому, кто прошел мимо, а таких было много, тот задание не выполнил. Ну, идея, мне кажется, хорошая. Вообще, мне кажется, такие идеи, они нас сближают, делают нас ближе к зрителям. И это вообще прекрасно, по-моему. Екатерина Грачева – небольшая поклонница оперного искусства. В театр пришла только ради игры. Называет себя квестоманкой. Это интересно и как-то увлекательно. Вообще, у нас квесты появились в Саратове не так давно, скажем так. А вот квестов в театре такого еще не было. То есть это как нововведение, которое для нас, вот людей, которые ходят на квесты, очень интересно и увлекательно. Поэтому мы решили сходить. Подобные забавы в театре собираются устраивать раз в месяц, как минимум до апреля. Самые креативные, догадливые и быстрые в первом культурном квесте получили призы и билеты на Собиновский фестиваль. Конечно, никакой Америки Саратовский театр не открыл. В интернете можно найти селфи, сделанные на ведущих сценах мира. Например, фото с хэштегом «Ласкало» более 50 тысяч. Саратовский оперный хочет догнать и перегнать итальянский театр. Ну а мы решили ему в этом помочь. Анна Главчинская, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив. Субтитры создавал DimaTorzok